Великобритания 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 Вот если теперь говорить о том, как характеризовать нынешнюю эпоху, то нынешнюю эпоху надо охарактеризовать как эпоху империализма и пролетарских революций, эпоху диктатуры пролетариата, эпоху перехода от капитализма к коммунизму. Такова нынешняя эпоха. То есть мы живем в эпоху перехода от капитализма к коммунизму. И этот вывод сам по себе, он не очень сильно зависит от конкретных событий в той или иной стране. Конечно он зависит, но коль такая эпоха началась, то меняется ситуация в одной, в другой, в третьей, но силы нового общественного порядка возрастают, движение в этом направлении продолжается, а сам капитализм, он меняется на глазах. Надо сказать, что работа Ленина, которая посвящена этому больше всего, работа называется «Империализм как высшая стадия капитализма». В этой работе Ленин, после изучения науки логики, он не так ставил вопрос, что вот мы хотим, мы за что-то боремся, он так ставил вопрос о том, что есть объективный исторический процесс, есть объективный процесс превращения капитализма в коммунизм. И этот процесс связан прежде всего с капитализмом, потому что капитализм создал рабочий класс, капитализм его дисциплинировал, капитализм его образовал, повысил его образование, без этого не может развиваться капитализм, не может он существовать с полуграмотными рабочими. Капитализм стал превращаться в империализм, то есть монополистический капитализм не по воле тех или иных капиталистов, а независимо от этой самой воли, потому что если у вас с капитализмом свободной конкуренции, первая стадия капитализма, то эта стадия капитализма неизбежно ведет к чему? Потому что одни конкуренты побивают других конкурентов, и в итоге, можно сказать, существует такой закон, что конкуренция ведет к монополии. Если мы с вами конкурируем, то либо я выиграл, либо вы выиграли. Поэтому всегда в результате этого процесса, несмотря на все эти разговоры о поддержке мелкого бизнеса, о том, что рынок будет все решать, рынок, как написал Ленин в книге «Империализм как высшая стадия капитализма», рынок еще царит, но он уже подорван, и происходит превращение капитализма в высшую планомерную форму его. И эта высшая планомерная форма капитализма называется государственно-монополистическим капитализмом, который не образует какой-то особой стадии, это просто, так сказать, развитая форма монополистического капитализма. И цены уже не определяются по закону стоимости, по закону издержек производства плюс средние прибыли. Цены определяются как монопольные цены, все зависит от силы монополий. Если вы сталкиваетесь с какой-нибудь монополией, то сколько она с вас возьмет? Ну, сколько она захочет с вас взять, столько и возьмет. Не хотите, вам идти некуда. Никуда вы от этих цен не спасете. И поэтому мы наблюдаем, что появляются некоторые новые явления. Если, скажем, капитализм свободной конкуренции, он цены понижал. Если я хочу кого-то побить в конкурентной борьбе, значит, я должен продать более дешевый товар. И тогда я побью конкурента. То теперь, когда эти конкуренты побиты... Дима, сядь, пожалуйста. Не надо ходить во время лекции. Это свободная конкуренция. Когда уже этой свободной конкуренции нет, ее нет не потому, что кто-то ее уничтожал искусственно. Дело в том, что это естественное развитие капитализма. И вот на этой идее, на этой мысли о том, что это естественное развитие капитализма, и что развитие общественного характера производства, об этом Марк писал в «Капитале», это следствие развития капиталистического производства. Все усиливается и усиливается. Противоречие между общественным характером производства и частной капиталистической формой присвоения. Поэтому и бьет час капиталистической эксплуатации. Что значит бьет час? Разрешается это противоречие. Противоречие идет к основанию нового общественного строя, как написано у Гегеля по-немецки, в соответствующем месте, где рассматривается вопрос о разрешении противоречия. Вот поскольку это обстоит таким образом, что даже в самых резко буржуазных и враждебных нам средствах массовой информации иногда проскакивают такие идеи, что или это так, как у Ленина, когда он прозрел на несколько веков вперед, или по-другому как-то это не так. То есть все понимают, что то, что написано в книгах Маркса, Энгельса, Ленина, оно сбывается так, как будто бы это вот все идет по-написанному, как будто бы так вот все и было записано. Но дело в том, что классики были очень аккуратные и никогда не говорили того, для чего нет никаких каких-то оснований. Поэтому когда Энгельса допрашивали в отношении того, а что будет при полном коммунении, он такой, знаете, говорит, там будут люди не поглупее нас с вами, и они разберутся. Поэтому вот от такого рода всяких прогнозов, которыми грешили социалисты и утописты, хотя у них были гениальные догадки, и эти гениальные догадки были такими опорными точками для того, чтобы развивать уже теорию действительно научную, объективную, но тем не менее никогда Маркс, Энгельс и Ленин на эти самые моменты, связанные с догадками, не сбивались. Вот, так сказать, следовательный вывод, что мы живем в эту эпоху. Если отвечать на этот вопрос, в каком мире мы живем, мы живем в том мире, в котором совершается, совершается сейчас именно в это же самое время, когда мы живем. И до нашего с вами рождения началось совершаться сто лет назад. И долго еще будет продолжаться процесс перехода мира из капиталистического в коммунистическое состояние. При этом в этом движении, в этом переходе имеются большие проблемы и, соответственно, большие трудности. Значит, поскольку империализм – это такая стадия капитализма, где особенно остро проявляется неравномерность развития, и поскольку та неравномерность, которая проявилась еще вообще в товарном хозяйстве в самом начале, что вот в одних одни затраты, в других другие затраты, одни предприятия быстрее развиваются, другие медленнее развиваются, вот та неравномерность развития, которая затрагивала отдельных производителей и отдельные предприятия, теперь затронула весь мир, и она затрагивает целые страны. Поэтому неравномерное развитие – это особенность империализма, как в высшей стадии капитализма. А раз развитие неравномерное, то те мысли, которые были у Маркса и Энгельса, и которые относились к тому, как, возможно, революция, в наиболее передовых странах сразу. Это было написано в немецкой идеологии, хотя немецкая идеология у нас была в 1935 году институтом морфизма-гнинизма. А так она была предана грядущей критике мышей, и кто хочет это посмотреть, может, там есть прямо иллюстрации страниц, которые отведены, так сказать, мышами. Поэтому не очень это было распространено, это положение. Тем не менее, очень многие ходят или, может быть, мечтают о таком простом решении. Раз, и вдруг, значит, все во всех крупных державах, рабочий класс всех стран поднимется и разом, так сказать, сбросит капитализм. Поэтому идея мировой революции получила колоссальное звучание. И голос Ленина, который действительно научно рассказывал о мировой революции, он как бы тонул, можно сказать, в море всяких рассуждений о том, что нужно разжечь мировой пожар, и мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем. Ну, а были и другие троскисты, которые не просто раздули, а которые хотели Россию бросить в топку этого мирового пожара, тем более там есть более развитые, более культурные страны, а Россия менее развитая, менее культурная. Ну, и вот эта судьба состоит в том, чтобы послужить запалом для мировой революции. И вот постепенно вот этот, можно сказать, революционный угар, который особенно провел себя еще в войне, так сказать, с Польшей, вот когда мы очень большие имели потери, благодаря некоторым славным полководцам, которые до сих пор славят еще, и их собственность славы их связана как раз именно с этим больше, с их поражениями, а особенно их побед мы, в общем-то, и не знаем их. Так вот, с того времени некоторое наступает отрезвление, и оказывается, если взять соответствующие работы Ленина, в которых этот вопрос разобран, в нем очень понятно и ясно описано, как будет проходить мировая революция. Во-первых, есть такая работа у Ленина, военная программа пролетарской революции. Давно уже было сказано и написано, что революции связаны чаще всего с войнами, потому что во время войн усиливается страдание масс, и желание, и с одной стороны, а с другой стороны, массы вооружаются. И буржуазия ради своих интересов вооружает трудящаяся масса, и этим трудящимся массам легко переложить ружье с одной, с одного плеча на другое. И вместо того, чтобы сражаться со своими братьями по классу, она может начать сражаться со своим буржуазным правительством и требовать его поражения, и не препятствовать его поражению, и думать о том, как установить рабочую власть, а не о том, как убить как можно больше представителей рабочего класса другой страны. Надо сказать, что в этом отношении, конечно, можно сказать, что большевики во многом были в меньшинстве, в мировом так называемом рабочем движении, поскольку лидеры этого рабочего движения, которые вполне действовали по-марксистски до начала войны, они писали хорошие резолюции о том, что мы должны выступить против войны, если вдруг она начнет наступать. Но когда война подступила, и когда надо было сидящим в парламентах лидерам социал-демократических партий, депутатам от этих партий поднимать руку и голосовать либо за военные кредиты, либо против, оказалось, что из всех депутатов, кроме большевистских депутатов Думы российской, в которой все большевики проголосовали против военных кредитов, и их отправили в Сибирь благополучно. А вот в культурной Европе нашелся один человек из всех депутатов многочисленных фракций социал-демократии, которая вполне последовательно защищала интересы рабочего класса до того, как обострились события. И тут граждане и депутаты оказались в таком положении, поднимаешь руку против военных кредитов, идешь на каторгу, поднимаешь другую руку за военные кредиты, идешь в правительство. Они подумали-подумали и пошли в правительство. И отсюда такие парадоксальные высказанные, например, у Ленина, что товарищи рабочие, учитесь на примере всей жизни Жюля Геда, за исключением его изменок в 2014 году. Всей жизни. То есть до 2014 года он был лидер революционной, можно сказать, фракции в Социалистической партии Франции. Была гора, вот эта революционная фракция, и Жеронда, которая была протонистической. И вот и Жюль Гед туда же. И поэтому, как говорится, интернационал на этом, при этом, можно сказать, умер второй, и стала задача создания нового интернационала. Но новый интернационал может создать какая-то партия, которая идет впереди, а не та, которая где-нибудь придется в хвосте. Или просто хочет создать интернационал. Мало ли кто чего хочет. Интернационал не создается словами и по предложениям. Дескать, вот у нас предложение, давайте мы соберемся и создадим интернационал. Давайте вы начнете мощную революционную борьбу, и с вами к вам будут присоединяться, и будет интернационал. К большевикам стали присоединяться лидеры, это те группы и группки коммунистические, которые были в других странах, и так образовался третий коммунистический интернационал, который первое, что записал, что есть условия приема интернационала, был замечательный доклад Виктора Аркадьевича на эту тему на Ленинской конференции, и там важнейшим требованием приема в коммунистический интернационал было признание диктатуру проклята. Скажем, КПСС бы в 61-го года никак бы в третий коммунистический интернационал не попала, и никак бы она не смогла быть в третьем коммунистическом интернационале, и она сама вывела себя из коммунистического интернационала, и из коммунизма вывела, и по существу она сдала позиции, и открыла дорогу наступления буржуазии, и своей, и мировой. То есть, вот это называется предательство вождей, такие люди, как Ельцин вместе со своим Ельцин-центром, Горбачёв вместе с Форосом и своей дамой Раисой. Вот это есть категория и группа предателей рабочего движения, предателей коммунизма, и вообще их судьба должна быть судьбой тех людей, которые должны висеть, как говорится, на вонючих веревках. Ну вот, поэтому, например, не знаю, как вы, я очень грустил, когда Ельцин умер, потому что он своей смертью умер, а надо было бы его казнить по приговору суда. А вот ещё есть возможность как-то и с Горбачёвым посчитаться. Не ради Горбачёва, а ради правильной оценки вообще того, что он сделал. Могучую страну уничтожал. Ну, конечно, не он один виноват. Дело в том, что если его будут окружать такие люди, которые смотрят просто в рот первому лицу, и сами они не читают, сами не изучают, они рассчитывают, что вот их кто-то спасёт, а вдруг это первое лицо заболело или умерло, и всё, опять всё, конец кончается. Это так не может организовываться, там, естественно, революционные движения. Поэтому с самого начала у партии большевиков так было в партии, что, в общем-то, Ленин и не был первым секретарём, и генеральным не был. И как-то так вот при этом. Дошли до революции, и революция состоялась. И только в 22-м году, когда встали вопросы экономические, когда встал вопрос о том, чтобы руководить хозяйством, и чтобы можно было его, соответственно, организовывать, только тогда встал вопрос... Встал вопрос о том, чтобы нужно избрать генерального секретаря. А так, ну, представь себе, если люди готовятся к революции, и понимают, что такое революция, и понимают, что меры будут приняты против членов ЦК, и против руководителей партии, или против их детей, или против их внуков, или подкупать будут, или пугать будут, или стращать будут. Надо понимать, что те люди, которые всерьёз, если они намерились идти на это дело, они, в общем, не должны-то спешить. Были секретари в Большевику, были, Фотио было, Скрябин, он же Молотов. Они готовили документы. Ну, а кто партию руководил? Кто больше работал, тот и руководит. Это очень просто. Кто больше работает, тот и больше влияет. Меньше работают, меньше влияешь. Ну, заболел человек, меньше будет влиять. Другие, более здоровые, будут влиять. Или хорошо человек изучает теорию, больше влияет. Плохо изучает, меньше влияет. То, что идеолог, это не тот, кого назначили идеологом, а кто фактически является идеологом, и так далее. Так вот, спрашивается, а как надо понимать тогда мировую революцию? Вот Ленин две работы этому посвятил специально, которые, я бы сказал, что-то не на слуху, не на слуху, специально Ленин посвятил работу мировой революции, и столько на разговору про мировую революцию, и надежд на мировую революцию, а читать не хотят, а Ленин говорил, мы хотим, чтобы нас поменьше почитали и побольше читали. Берем военную программу пролетарской революции. В этой работе однозначно говорится, что представления Маркса и Энгельса верны для периода капитализма, свободной конкуренции. И в тот период, когда жили Маркс и Энгельс, империализма еще не было. Не было этого монополистического капитализма, и не было той неравномерности развития государств, которая исключает одновременную революцию сразу в ведущих странах. Она не исключает солидарной поддержки в той стране, в которой начинается революция, со стороны братьев по классу. И вы прекрасно знаете, что такое мощное было движение руки прочь от советской России, настолько мощное, что 14 государств, которые вступили уже на землю России и развязали здесь империалистическую войну по уничтожению советской власти в России, вынуждены были убраться. Почему? Потому что началось революционное движение в этих странах, и если бы дальнейшие шаги они делали в России, это стимулировало бы революцию в странах. Тем более, что в Германии революция произошла, и это позволило, скажем, динамсировать Брестский мир. Так сказать, те условия кабальные, которые были по этому самому Брестскому миру. Это вот одна работа. В этой работе однозначно, говорится, первоначально в одной отдельно взятой стране. Ну, никак это не может быть, чтобы созрели, в том числе, посмотрите там, учение Ленина о революционной ситуации. Так не может быть, чтобы сразу в нескольких странах все эти условия одинаково были выполнены. Вероятность этого очень мала. Такое, ну, вдруг случится, ну, хорошо. Ну, вообще, это большая редкость. Это раз. Второе. Есть другая работа. Очень актуальна, в связи с событиями Евросоюза, лозунги Соединенных Штатов Европы. Вот ее обычно и берут для изучения этого, рассмотрения вопроса о том, как вот союз. То ли он прогрессивный, или он реакционный, или он невозможен. Это вот цитируют, об этом говорят. Но в этой-то работе говорится о том, а как вообще надо понимать мировую революцию. Как цель, как длительный период острейшей классовой борьбы, революции и контрреволюции, в ходе которого в отдельных странах появляется новая рабочая власть. И контрреволюции в том числе. Поэтому, скажем, поражение революции и поражение социализма в Советском Союзе, в Чехословакии, в ГТР, в Венгрии, в Румынии, это укладывается в эту схему, которая была изложена. Только не надо так ставить вопрос евроцентрично, что, скажем, социализм потерпел поражение. А что, разве что вообще во всех странах? Во всех социалистических странах подошла контрреволюция? Не во всех же. Давайте посчитаем. А что у нас после того, как была совершена Великая Октябрьская социалистическая революция, было какое-нибудь время, когда не было на земле социалистических стран? Было такое время? Не было такого времени никогда. Во-первых, в 1928 году Монголия стала социалистической страной. В 21-м революции в Монголии. В 21-м, в 28-м революции в Монголии. В Монголии появилась там революция. Во-вторых, мы знаем, что революция неудавшаяся была, советская революция в Венгрии. Которую осуществлял Белокунт, сотоварищи. Была революция в Баварии, в Германии. Почему говорят, что Красная Бавария. И у нас, так сказать, сначала назвали пивоваренный завод Красная Бавария. Потом Красная убрали, как сейчас водится. Показалось, что у нас какая-то друг не с того ни с сего Бавария там на Петровской косе. Ну, постепенно тогда эту Баварию добили. И там арендаторы сидят в этой самой Баварии. И даже и пива там не делают. Ничего там не делают. Короче говоря, это были такие попытки. Но как развивался процесс? Как только с новой мировой войной, и в эту новую мировую войну, так сказать, как бы внешне знамя было, знамя Коминтерна, оно как бы снято было где-то уже ближе к концу войны. Когда уже шла подготовка к тому, чтобы появились социалистические страны. Целые плеяда, огромное количество. И у нас появились революции в Чехословакии, в Венгрии, в Болгарии, в Румынии, в Югославии. А в Польше тоже появились. В Польше появились, но никогда в Польше не построили социализм. Не построили. Почему? Потому что они раньше нас, они всегда впереди бегут. Раньше нас решили, что не надо делать коллективизацию. У нас все рассуждают, что ошибка была сделана. А они безошибочно обошлись без коллективизации. И они напоролись на то, о чем Сталин говорил так, что если у вас будет социалистическая промышленность и буржуазное сельское хозяйство, то так долго советская власть удержаться не может. Поэтому вот наиболее злобные сейчас такие контрреволюционеры именно в Польше. Потому что они еще, можно сказать, в те времена, когда во всей Европе были соц. страны, и в Чехословакии, и, допустим, Румынии, и Болгарии, и Венгрии построили социализм. А в Польше не построили и не собирались. Ну так если вы не собирались строить социализм, там, если вы не идете вперед, вы попадете назад. Сам капитализм быстрее всего восстановился. В то же время Ленин в том числе в статье о значении воинствующего терроризма говорил, что мы должны свои очи обернуть к Востоку. Что вот революция советская, она разбудила Восток со всем его громадным потенциалом, и людским, и промышленным, и природным, и так далее. И вот мы видим, что при поддержке с первой стороны социализма начались революции. Во Вьетнаме, это вообще требует большого изучения, какая длительная там была борьба. С французскими колонизаторами, с японскими колонизаторами. Наконец, с американцами и социалистическая республика Вьетнам является той страной, которая разбила Соединенные Штаты Америки. И хотя Соединенные Штаты Америки, они вроде бы как более крупные державы, экономически более сильные, но факт остается фактом, что в единственной большой войне, в которой участвовали они сами по себе, в Соединенные Штаты Америки, там не с Советским Союзом, который нес основную ношу в борьбе с немецким фашизмом, а вот и с Японией. И не в войне с Японией, где опять Советский Союз разбил миллионную фантунскую армию и предрешил разгром Японии. И не на Корейском полуострове, где Советский Союз, так сказать, выгнал, разбил японцев, но и остановился на той параллели, о которой договорились с американцами. Американцы зашли туда спокойно, без особенной борьбы и особенных потерь. Вот Социалистическая Республика Вьетнам, исключительно, так сказать, творчески подходившая к своей борьбе, с 45-го года начала свою борьбу и закончила, в конце концов, тем, что появилась там на Китайском полуострове 90-миллионная Социалистическая Республика Вьетнам. Сразу хочу сказать, что сколько мы на эту тему вроде не говорили, не изучали, и вроде бы это все знают, что такое Социалистическая Страна. Социалистическая Страна – это страна, в которой победила Социалистическая Революция. То есть установлена диктатура Патриата и больше ничего. А вот социализм победил – это отдельный вопрос, потому что в Советском Союзе и в России Социалистическая Страна была с 1917 года, а Советский Союз с момента образования 22-го года. Ну а построен социализм был когда в Советском Союзе? В середине 30-х годов. А до этого Советский Союз был такой социалистической страной, в которой социализм не был построен. А что значит построен социализм? Социализм – это первая фаза коммунизма. А что такое первая фаза коммунизма? Это коммунизм в первой фазе. Не фаза эта, а коммунизм. Общественное строение называется не фаза, а коммунизм в первой фазе. Какой? Неразвитый, незрелый, неспелый. И вот, значит, товарищи из России, из Советского Союза бывшего, то есть наши товарищи в нашем коммунистическом движении, вот так теперь свысока смотрят на тот же самый Китай, или на Вьетнам, или на Кубу, или на Лаос, где есть переходный период от капитализма к коммунизму. И несмотря на то, что известно, в чем состоит переходный период, а в борьбе капиталистического начала и социалистического начала. Потому что командные высоты у социалистического начала, у рабочего класса, но борьба-то по принципу кто кого, неизвестно, чем закончилась эта борьба. И, так сказать, поэтому вот там капиталистов много, вот у них, значит, много капиталистического в стране. А у нас мало. У нас вообще, у нас был построен социализм, и мы потерялись. Поэтому нам бы, можно сказать, даже язык прикусить по поводу этой критики, потому что мы как раз вот выглядим здесь наименее прилично из всех этих стран, потому что у них есть еще капитализм, потому что они его не преодолели, а мы уже преодолели социализм и коммунизм, который был в нашей стране. Поэтому нам сейчас надо думать о том, как равняться на тех товарищей, которые успешно борются, и как нам теперь догнать их и снова получить диктатуру пролетариата и использовать ее для борьбы с тем капитализмом, который долго будет держаться в качестве уклада в течение всего переходного периода. Нам это известно? Известно. И что после победы революции социалистической, коль она состоится, после победы социалистической революции придется, между прочим, долго-долго строить социализм, прежде чем можно будет сказать, что теперь у нас не только социалистическая страна, а страна, в которой построен социализм. И вот теперь картина нашего мира. Вот смотрите, что получилось. Вот если мы берем эту эпоху перехода от капитализма к коммунизму, и вот начиная с революции в России в 1917 году, не было мира никогда уже, капиталистического мира был всегда разделенный на две социально-экономические системы и политические системы. Это мир умирающего, загнивающего империализма и мир нарождающегося коммунизма. Так, вот эти два мира, которые, конечно, между собой поддерживают различные экономические связи, контакты, культурные, информационные и прочие, научные, но это два мира, это две противоположности, которые существуют. Вот так выглядит в целом этот самый мир, в котором мы живем. Это во-первых. Во-вторых, значит, в отличие от той ситуации, которая была, когда Советский Союз стоял в авангарде, сейчас ситуация в известном смысле более благоприятная, потому что, если раньше страна социалистического строя и страна коммунизма, не разве этого, отставала от крупнейшей страны капиталистического мира, сейчас ситуация в корне изменилась. На сегодняшний день, уже с 2015 года, Соединенные Штаты ушли на второе место по экономической мощи, по объему валового внутреннего продукта. Сейчас у КНР 17% мирового валового продукта, а у США 15%. Это первое. Второе. Темпы роста. Темпы роста, хорошие темпы роста, гораздо более высокие, чем в нашей России, в которой у нас преступный, можно сказать, экономический блок, за исключением, я имею в виду, за исключением промышленности, Министерства промышленности и торговли, финансово-экономический блок, Уликаевского разлива, куда относится Министерство экономического развития, который занимается торможением нашего экономического развития, и Центробанк, который занимается удушением нашей промышленности. Занимается тем, чтобы никто не получил никаких кредитов для развития производства. Так вот, если мы болтаемся где-то в районе нуля, темпа экономического роста, и даже перевели органы статистики под крышу Министерства экономического развития, наверное, там сразу будут лучше показатели, поскольку начальство требует другие показатели, то в Соединенных Штатах Америки 2,7, сейчас свежий показатель темпы роста 2,7, а в Китае 6,7. То есть объем в валу внутреннего продукта у Китая больше и намного выше темпы экономического роста. Поэтому соотношение сил между Китаем, скажем, и США меняется без всяких революций. А в ходе, так сказать, дальнейшего развития Китая, в котором 55% государственная промышленность, и 45% частного государственная, там имеется планирование социалистическое, там темпы роста намного выше, и меняется эта сила. Теперь изменилась ситуация в империалистической части мира. В империалистической части мира при Ленине была ситуация какая? Значит, есть группка крупнейших капиталистических держав, которые душат и грабят весь мир. Так? Так. В чем изменение? А в том изменение, что появились некоторые крупные державы российские, осознавая это обстоятельство, то, что написано у Ленина в империализме как высшей стадии капитализма, осознавая на собственной шкуре, они пытаются от этого уйти, улизнуть, от того, чтобы их раздавила могучая сторона империализма, Соединенные Штаты Америки. Уже насмотрелись они на то, что произошло с Югославией, которая была европейской страной. Уже не социалистическую, ведь не раздавили-то не социалистическую Югославию, а уже буржуанную. Разбили ее на мелкие части, а не упомнишь, там сколько теперь государств. И никакой они роли не играют в мировой политике. Раз. Второе. Возьмите вы Ирак. Вот недавно вся Мэнни, Владимир Владимирович Путин высказался по поводу КНДР и по поводу того, почему КНДР не хочет отказываться от орудия массового поражения. Потому что, говорит, они смотрели, как вы уничтожаете Ирак, и что вы сделали. А вы предложили Хусейну отказаться от оружия массового поражения. Хусейн и отказался. Тогда вы прилетели проверять. Взяли, разбомбили, уничтожили государство. Уничтожили, повесили этого самого президента Хусейна. Вот. Уничтожили его семью и внука застрелили. И теперь, говорит, КНДР будут люди траву есть, но не откажутся от того, чтобы иметь свое ядерное оружие, ракетное ядерное оружие. Это, в общем, уже, это, так сказать, констатация факта. А это говорят уже буржатные деятели, которые понимают. И я думаю, что на сегодняшний день, я думаю, что понимают уже и руководители нашей стороны, что они рискуют больше, чем здесь сидящие. И первым делом, на части разорвут руководители страны так, как сделали уже в Ливии. Там просто на куски разорвали на мясо того, кто, в общем-то, там такую ввел политику, можно сказать, конечно, не социалистическую, но и не прямо антинародную. Но это была буржуазная страна, хотя и называлась ливийская, арабская, народная, социалистическая джемахерия. Потому что экономика-то там была, это иностранным монополиям вся передана, а они, так сказать, стригли вершки. Ну вот иностранные монополии решили, что это хватит, и надо с Ливией что-то решать, и все порешали. Индия не хочет оказаться в таком же положении, Россия не хочет оказаться в таком положении, Бразилия не хочет оказаться в таком положении, не хочет в таком положении Южно-Африканская республика оказаться. И что им делать? Пакистан не хочет, хотя он дружок вроде бы как Соединенных Штатов Америки, но они эту дружбу понимают, хорошо, сегодня дружок, завтра тебе голову оторут. Это империализм. Поэтому они дрейфуют к кому? К кому должны дрейфовать более слабые? К тому, кто более сильный, и кто им голову не собирается оторвать. Они дрейфуют Китаю. Китай – самая крупная экономическая держава, восходящая. Она, конечно, социалистическая, социализм им не нравится. Как вы понимаете, в Индии никакого социализма нет, и не пахнет никаким социалистическим государством. И там еще на севере ее вооруженная борьба ведет, и некоторые коммунистические партии ведут, так сказать, с центральным правительством. Вот эта идея направляется куда? Она входит в БРИКС, она вошла в ШОС. Пакистан, можно сказать, который больше так и деготяет вроде к Соединенных Штатов Америки, политически, и логически, и экономически, прислоняется к Китаю. Ну, если не преклониться к Китаю, Китай есть не будет, поскольку социалистическая страна, мы его не любим, он нам не нужен, это коммунистический Китай, а у нас совсем другое, но нам деваться некуда, мы туда. Дальше, вот ситуация в отношении с КНДР. Ну, судьба КНДР зависит, конечно, от России и от Китая. Значит, у России и Соединенных Штатов Америки ракетно-ядерный паритет. У нас должна быть одну головку больше. Ну, этого достаточно, вы видите, достаточно весь мир уничтожить, вы видите, тут все хорошо. А Китай, он же как КНДР в свое время возрастал и делал свое оружие массового поражения. Поэтому он как бы не в счет. Раз он не в счет, но вместе с Россией, у Китая и России намного превосходящий потенциал по сравнению с тем, что есть у Соединенных Штатов Америки. Это говорит о том, что, ну, там люди еще и считают, кроме того, что они там что-то заявляют там в лице президента, они считают и понимают, что против, вот если Россия и Китай блокируются здесь по каким-то обстоятельствам, ясно не по политическим обстоятельствам, потому что никто не хочет, чтобы его съели в этом империалистическом мире, вот, то трогать то же самое КНДР не получится. И никто не собирается там и требования выполнять. Тот же Путин говорит, ну, что там говорят, что надо перестать там торговать. Ну, давайте мы торгуем, это же ноль, мы им 4 тысячи только тонн нефти отправляем, а у нас нефть идет 400 тысяч. Потом, говорит, хотят, чтобы мы не брали работников. Ну, у нас вообще ноль, ну, то есть 30 тысяч всего. Ну, раз 30 тысяч всего, это же ноль. То есть совершенно понятно, что никто не собирается эти требования выполнять, точно так же не собирается и Китай выполнять, поэтому этот номер, так сказать, взять и задушить КНДР, ну, не получится. Тем более, что эти страны в свое время союзно поддерживали, так сказать, Корею. А в Корее, между прочим, 25 миллионов человек. Вот, и она находится в первой фазе коммунизма, в социалистической Корее. А в Китае находится миллиард 380 миллионов, а на Кубе 11 миллионов, да во Вьетнаме 90, да в Лаосе 6. Итого на круг, получается, полтора миллиарда. Полтора миллиарда населения в современном мире живет в социалистических странах. А остальные, так сказать, находятся под пятой капитализма и империализма и, так сказать, готовятся к тому, чтобы тоже совершать социалистическую революцию. Поэтому в такой ситуации, которая сейчас есть, нам нужно видеть устройство современного мира и во всех своих, так сказать, делах и событиях исходить не из того, что все зависит только от России. От России много зависит. В России тоже ситуация такая. Ну и что? Что вот здесь капитализм? Но этот капитализм в снятом виде содержит социализм. Потому что по всей, так сказать, теории, если бы у нас была капиталистическая страна, а не такая, в которой был социализм, то я думаю, что все бы опросы показали, что выступает большинство, конечно, за лидеров буржуазии. А за кого у нас по опросам, которые делает Левада-центр? Левада-центр официально оформлен уже как центр иностранного влияния, но, так сказать, на него смотрит, поскольку он аккуратно это все опрашивает, его не трогает, он насчитал, что, ну, кто у нас на первом месте, авторитеты Ленина и Сталин, буржуазная Россия, кто на первом месте-то? И вот скулят представители либералов, чем объяснить, что за люди, и как им не докажешь, ничего не объяснишь. Решили молодежь исследовать в интернете, те, кто в интернете, так сказать, ходят. За кого бы они проголосовали сейчас, если бы сейчас, вот, сто лет назад вернулся, и за какую бы партию вы голосовали из тех, которые были там, за кадетов, за эсеров, социалистов, революционеров, за меньшевиков или за большевиков? 58% за большевиков. Но, как вы понимаете, старички в интернете в малом количестве сидят, это молодежь. Вот, так сказать, столько вот, уже сколько лет прошло, все у нас буржуазные, буржуазные, буржуазные. Ну, фигура Ленина не тускнеет, наоборот, чем дальше, тем больше молодежи. Что вы нам дали? Все это развалено, это уничтожено. Образование стало не в 5 лет, а в 4. И после этих 4 лет бакалавр не имеет права поступать в аспирантуру, он не может преподавать в УЗИ, не доучек готовит и так далее. Чем хвалиться? Ракетно-ядерный щит в то время создан. Вот у нас какие плохие отношения в Соединенных Штатах Америки. А ракетные двигатели, наши РД-180, они получают и денежку, и вправо платят. Причем всякие ястребы в Конгрессе сказали, что нет, надо отказаться. Уже почти приняли решение. Но Министерство обороны Соединенных Штатов Америки упросило это отменить. Мы, говорит, до 1922-1924 года без этих двигателей не обойдемся, потому что тогда наши ракеты «Атлас» не близят. И нет, они попробовали сделать что-то подобное. У них это все грохнуло, взорвалось. Поэтому ничего не получается пока что. Это чей потенциал? Это потенциал Советского Союза. Надо это понимать. Это что сейчас вот создано? Ну, сейчас стараются поддерживать в какой-то мере. В меньшей, конечно. В меньшей мере, чем это было. И страдает, конечно, космос от того безобразия, которое у нас есть. От коррупции, от взяточничества и так далее. От того, что связано с этой свободной Россией. А свободный мир нам показывает. Вот, говорят, почему у нас там оружие всем выдается. Потому что бы была самозащита у всех. Ну и как вот там самозащищались от того, кто убил 50 с лишним человек и 500 ранил. Да что не защищались-то? Вы теперь приходите на все фестивали, на танцы, на встречи. Обязательно с автоматами. Потому что будут тут стрелять. И нам рассказывали, понимаешь, что там это свободный мир, там слезинка ребенка высоко ценится. И что там говорить? А тут какова цена человеческой жизни? Оказывается, две человеческой жизни имеют больше цен, чем одна. А тем более три или пятьдесят или сто. А кто выходил там, что я хепдо, так сказать, все лидеры этих самых европейских стран. Вы выходили? Вы выходили? Вы демонстрировали, что вы присоединяетесь к издевательству над пророком Мухаммедом, который нам, кажется, ни друг, ни брат. Но мы вообще, если у кого-то это святой человек, мы не должны наступать на святыни. Просто так. Ни с того, ни с сего. Ну так вы же это сказали, теперь ждите, к вам прилетят, в вас будут стрелять и так далее. Поэтому, а уж что касается этих гомосексуалистов и всего этого ЛГБТ-сообщества, ну это просто вымирание человечества. Скорее бы сделали только однополые семьи, и тогда империализма не будет. Только все надо семьи сделать однополыми, детей не будет, и все на этом закончится. И не надо будет никакой социалистической революции. Ну вот все-таки есть такие люди, которые выступают против ЛГБТ-движений и против и так далее, и так далее. Надо с ними бороться. Ну вот, я думаю, что я кратко обозначил, что здесь можно сказать о том, в каком мире мы живем. Я думаю, что я это обозначил не для того, чтобы все, так сказать, на этом завершить. Я хотел бы предложить это некое направление мысли, потому что мы из этого должны исходить во всех наших делах. Что мы живем в таком мире, где этот переход продолжает совершаться и совершается. И еще, в чем твердость, так сказать, позиций таких стран, как Китай, Корея, Вьетнам, Лаос и Куба. Потому что для них вопрос социализма это вопрос существования национального государства. Да они были все время колониями. Вот тот же Вьетнам был. Французской, японской, американской. Освободился. Та же самая Корея. Она тоже была колония. И когда разговариваешь с товарищами из Северной Кореи, они говорят, рассказывают, нам помогают капиталисты корейские. Нам помогают в Северной Корее. Почему? Потому что Южная-то под пятой. Она оккупирована. Поэтому что ей помогать? Поэтому такое тесное соединение вопроса о национальной независимости. И о Кубе. Ну как, что такое вообще Куба? Было публичный дом из Соединенных Штатов Америки. А теперь это Куба уважаемая страна во всей Латинской Америке. Поэтому для них возраст капитализма это потеря потери вообще всякого национального существования. Ну вот они поменьше страны. Конечно, такая страна большая, как Россия, ее что ни делай, она очень большая. Поэтому она великая, держала всегда. Что бы там ни происходило. И в одном месте заканчивают бороться, а в другом уже все равно начинают. То есть тут ничего не остановишь. Никак. Поэтому она была, есть и будет великой страной. Но мы должны вот эту картину этого движения во всем мире, этого перехода, эпохи, мы должны эту картину все время держать перед глазами. Спасибо за внимание. Вопросы? Так. Уважаемый Михаил Васильевич, скажите, пожалуйста, как вы считаете, в КНР существует на данный момент диктатура пролетариата или нет? Да, считаю, что существует. Она записана у них в программе. Очень легко. Смотришь программу, там записано и в Конституции, и все. После нашего опыта, когда, для того, чтобы ее не существовало, надо выбросить ее из Конституции, из программы партии. Если нет, то существует ли там социализм? Не существует там социализм. Не существует. Это страна, в которой социализм не построен. Я, честно говоря, устал по этому поводу. Я раньше думал, что студентам, я объясняю темному, что вот есть переходный период, что вообще есть три этапа движения коммунистической информации. Первый этап. Переходный период от капитализма к коммунизму. Потом низшая фаза коммунизма и высшая фаза коммунизма полный коммунизм. В Критике годская программа это разжеванно. В государстве революции у Ленина разжеванно. Я ничего добавить к этому не могу. Вот я не очень понимаю, как люди, которые задают такие вопросы, такие вопросы, почему они не хотят посоветоваться с Лениным? Ну, откройте государство революции, там все это разжеванно. Как можно считать, что в Китае есть социализм, если там еще капиталистический уклад? И капиталистический уклад, и коммунистический уклад по принципу кто кого воюет. Ну, а как можно считать, что там есть странное... Не опасно ли для коммунизма экономическое развитие КНР на пути капиталистических? Они не на путях капиталистических. Путь к коммунизму идет через становление. Становление это единство бытия и ничто. Не нравится Маркс Энгельс, почитайте Гегеля. Становление это единство бытия и ничто. Обязательно. Это не путь капиталистический. Это не бытие и ничто, а единство. И две тенденции противоположных. Одна называется возникновение перехода ничто в бытие, а вторая называется прихождение. Это всеобщие категории. Они ко всему относятся. Ко всякому переходу, к всякому переходному периоду. Нет там никакого путя, нет там путей капиталистических, путей социалистических. Нет. Вот эта дорожка идет к социализму, а эта дорожка идет к капитализму, а тут, наверное, значит, вот сюда пойдешь, то голова торвусь. Ну, это все в сказках. А это на самом деле классовая борьба. А классовая борьба может быть успешной, а может неуспешной. И она может быть неуспешной, в том числе и потому, что не те руководители не так решали, не то делали, плохо подумали, плохо читали и так далее. Так, один вопрос, второй вопрос. По вашему мнению, какие стран мира, они являются социалистическими? Я их всех перечислил. А вы говорите перечислил. Перечислил всех. Я бы еще надо добавить. Нет там социализм в одной стране, в КНДР. Его легко очень перечислить. Перечислить все страны, в которых построен социализм. Перечисляю КНДР. Все, точка. А в остальных социалистических не построен социализм. Не построен. Является ли... Это без подписи. Анонимки не рассматривают. Нет, это мои. Хотя бы и ваши, если анонимки не рассматривают без подписи. Действительно. У меня старая школа. Вот, Виктор Акадьевич Тюлькин. Подписался. Совсем другой разговор. Так, вопрос о перспективах так называемой глобализации. Ну, я думаю, что я еще, так сказать, дальше ничего не стал читать. Но хочу сразу сказать, что это нам, я понимаю, навязанная, так сказать, терминология. Ну, когда появилась глобализация? Ну, то есть, когда стали лизать глобусы, так сказать, когда это вот пошло? Пошло это тогда, когда появился империализм. Ну, в чем признак империализма? Что весь мир поделен, раздел мира завершен, и ведется борьба за его передел. Ну, что еще можно добавить использованию слова глобализации? Поэтому эта новость представляет собой такую новость, с помощью которой старую теорию ленинскую, верную, пытаются куда-то задвинуть. И тогда заново переписать некую какую-то глобализацию. Нет никакой глобализации, есть умирающий, загнивающий империализм. И он, конечно, уже не во всем мире. Вообще, то, что я рассказывал, означает, что полтора миллиарда человек не входит в эту глобализацию. Потому что они своей дорогой идут, а не той дорогой, куда идет весь этот гниющий капиталистический мир. В ответ на теорию установления всего общего единого на все страны империализма, который якобы уберет противоречия и войны, Ленин отвечал, что развитие, несомненно, идет в эту сторону. Но пока к этому идут империалисты обязательно взорвут мир. Нет, насчет взорвут он этого не говорил. Взорвут мир, если имеется в виду, что войну развяжут империалистическую, в этом смысле да. А в смысле того, что взорвут империалистический мир, что будет прямо сразу коммунизм. Но вот как раз Ленин говорил, что без социалистической революции не может быть какого-то самопроизвольного краха империализма никак. И Каусский говорил о том, что вот теории ультраимпериализма все само ведется к тому, что будет одна монополия. Ленин писал, что вообще-то, конечно, социализм это единое монополие, но обращенное на пользу всего народа и потому переставшее быть капиталистическим монополием. И это означало бы социализм. Но это не сделать. Раньше будет социалистическая революция, чем вот туда это все идет. Это, так сказать, теория ультрамиализма, это теория, которая хочет связать по рукам революционеров, чтобы они не бороли. Дескать, само все идет туда. Как сегодня объясняют, у робота уже все, нет уже рабочих. А кругом одни гастарбайтеры говорят, робот, а вот это наверное роботы и есть. Вопрос, почему обязательно взорвутся? взорвутся войнами, они все время взрываются. Все время войны у нас, все время, посмотрите, все время воюют американцы. Все воюют американцы. Поэтому постоянно взорвутся. А не взрывается в мировой отношении, потому что соотношение сил, я об этом говорил, я прямо считаю. Давайте посчитаем ракетно-ядерный потенциал, и вот тех, которые против американцев и за американцев, и не получается, не взорвется, они сами взорвутся скорее. Может, все же смогут создать не только США и Европы, но и мира. Мира не могут создать, потому что в мире другая система, в которой живет полтора миллиарда. Все, забудьте про мир. Забудьте, давайте, капиталистам надо им говорить, забудьте про мир, мир от вас ушел, у вас остался кусок, пока очень большой. Они все смотрят, как еще бы в этот кусок забрать Россию, потому что территория большая, нам с вами досталось несправедливо. Очень много территорий на человека. Вот они думают об этом. Вот, устойчивая реакционная система. Устойчивой реакционной системой не бывает, потому что империализм неустойчив. В чем его неустойчиво? Что он чреват коммунизму. Вот, ответьте мне на вопрос, кто мама коммунизма? Революция. Нет. Митализм. А вы реальный папа и реалист. Не, реальный папа. Ну, родимый на кого? Прямо в годской программе написано у Ленина, государственной революции, в годской программе у Маркса, государственной революции, родимые пятна. Капитализм. Капитализм. Как надо относиться к капитализму? Ну, как к маме? У вас не бывает скандалов мамы? Бывает вообще. Ну, мамы надо уважать. Ну, как не уважать тот строй, из которого выходит коммунизм? Мы его уважаем. А как мы его уважаем? Стараемся. Ну, так сказать, как-то лучше бы. Вот как большевики делали. Мирный был вообще. Переход взяли, просто пришли, создали Петроградский совет, он большевистский, в войсках вели работу. Ну, и кто будет воевать-то против Петроградского гарнизона? Что, женский батальон? Юнкера? Нет, там никакой такой драки не было уже. Все. Что такое хорошо подготовленная война? Такой перевес что вот это бережно, так сказать, перешли к социализму. Ну, горячие головы решили провести гражданскую войну. Они, конечно, при всякой великой революции бывают и будут. Так, еще есть вопросы, Игорь Калин. Уровень развития НТП позволяет сегодня обеспечить довольно высокий уровень потребления разницах в буржуазных странах. Да, позволяет. Тем не менее, в буржуазии себе все время повышали, это величайший, так сказать, экономист буржуазный Кейнс придумал теорию государственного регулирования одним из столпов, которые являются, давайте, дескать, повышайте цены, не деритесь там со своими рабочими на заводах, цены повышаете, и у вас реальное содержание зарплаты снижается, 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 вы знаете, что там забастуют, летчики, то там работники забастуют, то там, и везде жизненный уровень повышается только благодаря классовой борьбе. Почему? Ну, потому что капиталисты покупатели рабочей силы. Скажите, пожалуйста, есть ли такие покупатели, могут ли такие быть покупатели, которые заинтересованы в повышении цен на том, что они покупают? Нет таких покупателей. Я вот сейчас пойду в ближайший буфет, спрошу, сколько у вас перерыв? Я говорю, 40 рублей. За 80 беру. И как на меня посмотрят? Больно хороший перерыв, давайте больше. Да. А это, я говорю, почему у вас помада? А это, это 100. А давайте за 300 беру. Ну, скажут, все, чокнул здесь. А вы кто? Не профессор, случайно? У нас издания желтые, где я работаю. Так что, то есть, это весь уровень потребления будет не благодаря научно-техническому прогрессу, а на основе научно-технического прогресса, благодаря классовой борьбе. Но основа-то надо, чтобы были продукты. Но их надо еще отобрать, потому что если я, если продана рабочая сила за такую цену, значит, прибавочная стоимость не принадлежит рабочим и все. И это везде, в том числе и в Швеции, имеется гораздо больше, чем во время Ленина, возможности у буржуазии подкупать целый национальный отряд рабочего класса. Да, это так. Это как раз можно сказать, что принципиально эту всю картину обрисовал Ленин в империализме как высшая стадия капитализма. Что вот за счет грабежа других стран, вот за счет того, что здесь у нас много автомобильных заводов, которые якобы у нас отечественные, а на самом деле это американские, южнокорейские и прочие предприятия, и здесь всякая грязь, и здесь ужасные условия труда и низкая зарплата, они получают там большие деньги, и они платят, кусок отдают своим рабочим, и среди американских рабочих и европейских рабочих появляется так называемый отряд лейболейтен от капитализ класса, рабочие приказчики класса буржуазии. Так что это не новое явление, не свежее, а это давно уже это все описано у Ленина. Вот и поэтому не поворачивайте головы туда, в сторону этих крупных эмпористических держав, там не ждите революции, потому что там верхушка рабочего класса очень сильно подкуплена. Ну и сколько там процентов Соединенных Штатов в Америке членов профсоюзов? Ну что в политехе я бы там процентов 15 состоял. Ладно, не буду спорить, не буду спорить. Много, много, но что много? В чьих интересах действует профсоюз? Вы видели, что профсоюзы выступали за повышение реального содержания зарплаты? Я не видел. Ну кроме профсоюза докеров, а в диспетчеров еще парочки. И все. Профсоюзы тихо молчат тряпочку сейчас. Как вы думаете, есть ли уровень потребления, после которого невозможно говорить о революционной ситуации в стране? В революционной ситуации нет такого уровня, потому что чем народ лучше накормлен и чем он лучше соображает, потому что на голодное живое плохо соображается, тем скорее он придет в мысли о необходимости поменять общественный строй. Ведь революционная ситуация состоит не в том, что вот просто ужасы такие, а в том, что не хочет больше народ жить. Не хочет жить в таких условиях, не хочет отдавать, он уже настолько созрелся, он сам хочет распоряжаться средством производства. Мы на переговорах с докерами так ставили вопрос прямо хозяеву, ну хорошо, у вас средство производства, ну давайте мы вас возьмем в аренду вся прибыль наша. Вы-то зачем? Вы-то тут при чем? Вы их не создавали, мы вам заплатим за них. А что вы хотите? А прибыль наша. Да деньги вам за аренду все. Вы купите у них, раз такие богатые станем. На самом деле не сильно богатые, ничего не купишь. Рабочие могут создать предприятия. Еременко, Олег Михайлович, вопрос. Нынешняя ситуация в нашей стране относительно монополизации, малый бизнес душится. Ну что тут в нашей стране? Да не малый бизнес ни у нас в стране душится. Крупный капитал, крупное производство, душит мелкое производство. Это задача капитализма. И это все разжеванно, пережеванно в капитале Маркса. А то хоть листал хотя бы капитал, мог в этом убедиться. Ну потому что главное это концентрация, централизация и так далее. И где вы, в какой стране вы бы видели, чтобы, скажем, в ларьках делали самолеты, вертолеты, корабли современные, ракеты, типа там, калибры. Ну это детский сад все. То есть это ходится, Явлинский сам из детского сада, но он там в детском саду в преклонном отрасе будет сидеть, в политическом детском саду и все эти глупости переисказывают. Есть ли в этой ситуации шансы? Чего? Классы? Возможно ли в этой ситуации объединяться, создавать профсоюзы? Ну что-то вы профсоюзы это профсоюзы. То ли профсоюзы, союз всех прав, что ли? Проф. Через букву Ф пишет Саша Ременко. Можно создавать при этом мелкий бизнес не в мелкий бизнес точно душит профсоюзы. Вы знаете, что в мелкий бизнес какие-нибудь профсоюзы были? Или ничего подобного. Они работают там по 14, по 13, по 12 часов таскают эти самые на себе капусту, морковку и грузы самые разные. И они о каком профсоюзе? Вы будете думать о профсоюзе, больше здесь вы не работаете. Будет весь разговор. Это на заводе можно. В больших коллективах, в больших бригадах можно договориться, можно выставить требования, а там это... Для них этот трудовой кодекс вообще ничего не значит. Никто им там не руководствуется. Все. Переходим к выступлению по записавшемуся. тема, она археактуальна, потому что в каком мире мы живем, кто мы, где мы, кто я, зачем мы. кто я? Это, в общем-то, археактуальна для понимания, что нам делать и как жить. Значит, движение – это неотъемлемая форма существования материи. И движения материи не бывает. И совершенно ясно, что у нас сейчас отличается общество сильно внешне, внешне, по крайней мере, очень сильно от того, что было сто лет назад, и отсюда появляются мысли. А актуально ли сейчас учение Ленина и Маркса, и Энгиса, и что нам делать? А вот Михаил Алексеевич, вот он объяснил, что сейчас эпоха – это та же самая при всем внешнем отличии. Если посмотреть, как живем мы и как жили там сто лет тому назад, при массе внешних отличий, эпоха та же самая. И тот же самый марксизм-ленинизм ни на грани уста грех. И проблема не в том, что марксизм-ленинизм уста греха, проблема в том, что его не хотят изучать. Это вот первое. Второе. Это что у нас происходит в стране внутри? В стране у нас внутри произошла контрреволюция, реставрация капитализма. И соответственно, для того, чтобы сравнить эту тенденцию, надо работать с рабочим классом, просвещать рабочий класс и всех просвещать в первую очередь, потому что беды все наши от неграмотности. А что говорят нам иной раз? А вот у нас оккупация. И отсюда делают вообще совершенно идиотский вывод даже для оккупации, что надо всем объединиться вокруг какого-нибудь бордерева и, значит, забыть о своих разногласиях и вот выдвинуть единого народного лидера и к нему, но так вопрос не ставился даже тогда, когда была у нас реальная оккупация во время Великой Отечественной войны огромных территорий. Реально шла война. Никто там не ставил вопрос о том, что надо там объединяться с монархистами сочувствующими, там Деникин сочувствовал, еще там с кем-то. Наоборот, речь шла об ужесточении максимальной идеологической борьбы. И выиграли мы войну не благодаря тому, что мы со всеми объединялись, а как раз благодаря тому, что мы усилили идеологическую борьбу, усилили коммунизм. И отсюда и наше внешнее противостояние. Иногда можно слышать, что вот сейчас имеются две группы империалистических государств, вот старые хищники, с другой стороны подрастают молодые империалистические хищники, Россия, Китай, Индия, другие. И вот между ними идет тоже борьба. И в такой борьбе грех большой не жрать поражение собственного правительства и не свергать его, даже пускай на американские деньги и так далее. Это, в общем-то, как вот тоже Михаил Васильевич показан, убедительно натяжка соли на гробус в чистом виде. Потому что интересы, конечно же, есть, интересы материальные и у России в Сирии, и у России в Венесуэле. Но надо сказать, что интересы были у Советского Союза в Испании. В то время, как Гитлер, Муссолини помогали Франко забесплатно, посрали туда своих солдат. Советский Союз принял на хранение испанского зорота, как известно, и вернул он его в Испанию только тогда, когда там не Старофранко, уже в 70-х годах. Но он из этого, что вернул, он вычер, так сказать, нормально так вычер, все то, что туда поставлял, всю технику, все. Так что эти были пионеры-энтузиасты, а Советский Союз как раз очень так с интересами себя вел. Но это и троцкисты, кстати, об этом орали. И троцкисты еще и тогда называли, что Советский Союз тоже империалистическим стал при Сталине, и что во время Второй мировой войны тоже две группы империалистов дерутся, и Советский Союз ничуть не лучше, и это все, так сказать, это мы уже ели давным-давно. Так что вот отсюда вытекает очень существенно из того, что рассказал Михаил Васильевич, но еще здесь вытекает очень существенное то, что очень низкая культура логическая, культура диалектическая. Вот Михаил Васильевич, так сказать, он долбит, долбит, что государство Китай социалистическое, социализма там нет, а у людей не укладывается это в голове, вот не могут понять, как это так вот. Ну вы скажите, ну там социализм или нет? Нет. Ну значит это капиталистическое государство. Это социалистическое. Ну вот это вот, так что, товарищи, учиться, учиться и учиться, пользуйся в частности нашими лекциями. Спасибо. Тюркин Викторович. Я тоже всех поздравляю с началом нового учебного года, да? Значит, тем более, что он год столетия Великого Октября, это, у нас особое такое, надо накладывать. Ответственность, что ли, да? Интерес. Я хочу сказать, что уже, значит, летом, что ли, этого года мы почувствовали, насколько вот этот вопрос, в каком мы мире живем, и, так сказать, куда мы двигаемся, и что вообще делать надо. Мы почувствовали, в том числе, проводя вот конференцию, значит, посвященную столетия октября и задачам коммунистов, которая прошла в августе месяце в Ленинграде, и которые приняли участие, значит, более 30 партий, а потом 40 подписали декларацию, октябрь 100. и там, ну, все, наверное, то, что многие, а все выступающие, так или иначе, вот этот вопрос затрагивали. Понятно, почему? Потому что, с одной стороны, столетия октября, и мы празднуем, это праздник, а с другой стороны, значит, хотя мы все признаем, что это эпоха наша, перехода от капитализма к социализму, вот этого исторический оптимизм, конечно, присутствует, но на практике особенно легче не становится, потому что живем мы в условиях временного поражения социализма у нас, на родине, октября, значит, на этапе отступления и, значит, приходится думать, что сделали не так и как, так сказать, двигаться дальше. Отсюда производная, вот после конференции увеличилось число обращений, в том числе, в ОКРП, я думаю, в рабочую партию, которая участвовала в конференции, от наших зарубежных товарищей с различными вопросами, вот на эту тему, что, как, чего делать, и не случайно, и рост слушателей университета красного, в том числе, из-за рубежа, как я понимаю, и не случайно к нам поступают вопросы, в том числе, вот, порассматриваем и теми, особенно, вот, из Западной Европы сейчас много, от немцев, от бельгийцев, значит, от итальянцев, задают вопросы с просьбой прокомментировать и так далее, потому что очень много различных левых, левоватых, леватских, значит, движений, в том числе, которые называют себя антифашистами, движениями за мир, прочее, прочее, они прямо надежду питают на, значит, Путина, на Россию, на Китайскую Народную Республику, что они сейчас могут служить опорой вот этих движений, основой для того, чтобы мы боролись за мир во всем мире и за справедливое самоустройство, вот приходится, так сказать, объяснять и нашу позицию, и в целом обрисовывать ситуацию, чтобы не путать здесь Божий Дарс и Яичница и понимать, где мы можем их использовать, потому что противоречие между различными империалистическими силами в этой борьбе и на благо, ну, как, например, на Донбассе, помогает российская власть в борьбе с фашизмом, мы это не только приветствуем, мы требуем еще большей помощи, более прямых оценок, больше материальных вложений и так далее и тому подобное, но при этом объясняем, что это не Советский Союз, это, значит, за спиной всегда идет торг, в том числе, как по Сирии, и в любой момент могут предать, как уже, честно говоря, сдают, может быть, потихонечку, но говорят, что мы признаем, что это часть Украины, признаем, так сказать, что границы должны быть под контролем Киева и прочее, прочее, все эти дела. Вот это и один интересный такой, но неинтересный актуальный момент. И второй, я думаю, что многие заметили, значит, буквально через пару недель открывается Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И зародился он и все равно проводился как в одной из главных антиимпериалистических таких действий во всем мире. И надо сказать, что, значит, все проведенные до сих пор в фестивале, их 18, что ли там было, Значит, они были или в соц. странах, или в тех странах, которые, значит, стояли такие на этапе антиимпериалистической борьбы, там, последние, это были Венесуэла, Куба, Южно-Африканская республика, и раз попали в Россию. Сейчас 19-й, как раз будет? Вот я и говорю, попали в Россию, вот в этом году в России, в Сочи, и в том числе ряд делегаций приедут в Москву, и в Ленинград. Но это я к чему? Что было у нас до этого достаточно много споров, и последние, буквально последние месяцы, может, кто-то заметил заявление Путина, что вообще-то нам надо добиться деполитизации всего фестиваля, всех этих действий. Ну, что это? Понятно, когда было, значит, противостояние двух систем, тогда Советский Союз, социалистический лагерь, все это в прошлом, а сегодня надо просто же молодежь встречалась, гуляла, так сказать, мернилась, опытом, и, хотя, по сути, это будет разворачиваться, конечно, конечно, в, ну, линию, такую, опять, не идеологизации, а пере, идеологизации, поддержки, соответственно, сегодняшней политики российского, значит, империализма, властей, и всех этих дел. При этом, значит, стоит наблюдать за действием руководства Всемирной Федерации Демократической Молодежи, которая, с одной стороны, настаивает на том, что ни в коем случае мы не потеряем, так сказать, этот антиимпериалистический характер. У нас в плане предусмотрены площадки и все такое. Но, практика, вот, действия чиновников российских показывает, что, ну, буквально, грубо, силовым методом, по-наглому, значит, ведут они свою политику для, вот, всех этих антиимпериалистических мероприятий и то, что есть программа, выделяют залы поменьше, площадки поуже, возможности уезжают, и наоборот, значит, в составе делегаций, которые едут, отсекаются членские организации, которые существуют, вот этой федерации молодежи, и наоборот, приглашаются на в качестве полноправных членов правые, националистические, и жириновцы едут, и единая Россия, ну, и пошло, поехало. я к чему, что не каркая, где-то каркая, а советую наблюдать, что вот эта борьба, которая идет, она, так сказать, еще вся впереди, есть еще варианты, что эта федерация и там дверью хлопнет, или что-то, хотя не так много, но, вот это тоже пример той борьбы, которая, значит, идет на тему, в каком мы мире живем, и как, значит, вот эта классовая борьба в широком смысле будет, значит, проявляться, значит, распространяться на молодежную среду и прочее. Ну, и, наконец, еще вот я хотел бы высказаться по наиболее такому, как бы, наиболее острый вопрос, и наиболее, значит, наиболее всех волнующий нас, потому что, значит, и на той же конференции, которая у нас была в августе месяце, целый ряд партий, так или иначе, особенно во втором, в третьем круге скрестили оружие по этому вопросу. Имеется в виду политика, значит, китайской компартии, соответственно, вопрос о социализме, несоциализме, строе в Китае и прочее. Значит, обмен мнениями я рекомендую посмотреть, мы, наверное, и на сайте, его еще более подробно изложим, значит, я согласен, вот, как бы сказать, с подходом, значит, о том, что в Китае, конечно, сегодня и социализм, скорее всего, можно говорить, что это переходная экономика при, там, социалистической власти, стену, я думаю, что прежде всего надо не забывать, что смотреть надо и тенденции, в какую сторону процесс движения. И здесь, вот, к сожалению, стоит признать, что в Китае пока, значит, доля капиталистического уклада растет, в том числе, она растет не только в экономике, там, и то, что они на втором месте по количеству миллиардеров в мире, она растет и в политике, потому что они уже в уставе признали, значит, предпринимателей и бизнесменов своей социальной базой. То, что у них записана диктатура пролетариата, это, наверное, неплохо, но Владимир Ильич говорил, что важнее практическая политика, а не то, что записана в программах и прочее. Поэтому, вот здесь, это такой вот первый фактор. Второй, экспансия китайского капитала, значит, на мировой арене резко усиливается. И она, эта экспансия проявляется в таких горячих точках, как там джанази, так, расстрел забастовывающих рабочих, эти промыслы нефти принадлежат китайскому капиталу. Греки, которые активно вступили в политику с китайцами на этой же конференции, возмущены, борются, и там целое сопротивление класса оказывается политикой приватизации греческих портов китайским капиталом. Ну, и так далее. Вот это тоже тот фактор, который, ну, относится к тому, чтобы так однозначно не давать положительную характеристику, что у нас одна треть человечества в Китае на социалистическом пути. Ну, и, наконец, самое, наверное, главное. Понимаешь, вот, Советский Союз, когда он был оплотом лагеря социалистического против империализма, он оказывал помощь, помощь коммунистическому движению, национально-освободительному движению во всем мире. И до сих пор эта помощь, как там, рука Коминтерна, вспоминается всякими разными деятелями. Сегодняшние ребята из Китая от этого долетели. Они, так сказать, лучшая помощь, это успехи на обсужданном социализма с китайской спецификой как это не выражается. Вот, это тоже тот фактор, который говорит, что надежды на этих товарищей, они, нечуть весна, весьма, так сказать, ну, туманные. И, последнее, что, я много раз, может быть, не близко, а присутствовал на конференциях, когда в адрес китайцев высказывалась критика. Причем, последние годы она высказывается все более, как бы, прямо. Вот, это уже на этой конференции, которая была в Питере, она высказывалась и со стороны греческих товарищей, со стороны сирийских товарищей, целого ряда других партий. И ни разу я не видел желания китайцев вступить в прямой обмен мнениями, в объяснение, так сказать, своей политики и прочее. И наоборот, значит, вот на встрече в Вьетнаме, когда, значит, была, значит, когда их критиковали за неправильный подход, за то, что не ясно механизм реализации вот диктатуры пролетариата в Китае, потому что, кроме, значит, диктатуры партии, там трудно, что-то разглядеть, так, они бы почти не реагировали на эти дела. Они выше этого, они сами себе на уме, но как только пошла небольшая критика по отношению к их политике по пограничным вопросам с Вьетнамом, там, и вот сложности в этих Желтом море и прочее, они прямо чуть ли не скандал устроили, там, потребовали дополнительной встречи, разборов, как вы можете, как вы посмели и прочее, прочее. Вот это целый ряд таких сомнений, поэтому я бы не разделял оптимизм на этих оценках и последнее. Значит, одной из существенных таких характеристик сегодняшнего момента является то, что оппортунизм и ревизионизм сегодня из таких естественных уклонов рабочего движения коммунистического, что было во времена Ленина, и тоже в очень большом масштабе. Голосилий вспоминал про первую мировую войну, значит, дупло. Но сегодня они просто превратились в управляемое оружием Буржуазии. Мы видим, что из тех партий, которые относят себя или называют себя левыми коммунистическими, огромный отряд образовался, который по сути дела ничего общего с этим не имеет. Однако название не меняет, цвет флагов не меняет, политику проводят в интересах стабилизации буржуазного строя, полицеи, евролевых и прочее. помочь. Я думаю, это тоже надо изучать и учитывать. Ну, так, с начала учебного года все эти вопросы уже были. Дорогие товарищи, у нас все лимиты исчерпо. Глава выступающих, но товарищ Денисов предложил тему будет или не будет война между США и Россией я думаю это не относится. Товарищ Захаров, давайте мы наставим три минуты. Все исчерпо. Три минуты, значит, я буду говорить резко, необтекаемо сомнят. Мне так было здорово. Заткнусь пока. Значит, во-первых, Горбачеву вешать рановато. Горбачев как раз когда пришел, возвращаемся на ленинские принципы. Ну, что, так и буду что я говорить? А ты будешь что там что-то забывать. Должны быть советы трудовых коллективов. Вы что, забыли пожилые люди, молодежь, не знали? СТК. Я сам их состоял. Их должны сказать рабочие. Но эти советы не прижились. Потому что рабочие равнодушие привели. Они сполыхнулись потом. А потом это надоело. А вот такие люди как Зюгадова, Жириновских и Камады они все время там влют. Потом опять прошло государство. Понимаете как? Опять иерархия. Потом вы говорите там монополия, социальная монополия. Правильный Ленин сначала так говорил. Или диктатуру буржуазии, или диктатуру пролетариата. Кто это не поэт, кто идет. А потом он переменил свои взгляды. И то, и другое. Вот у меня цитата выписан. Виктор Кахтин решал. Да, мы строим капитализм. Кооперация на данном это означает возврат капитализма. Мы вынуждены пересмотреть всю нашу точку зрения. Что вам еще надо? Уже не продукт обмен, а товар обмен. Понимаете? К торговле поворачиваем. Так что когда вы рассуждаете, что губительные корни движения к рынку были у Сталин, у Брежа, это вы как ученый рассуждаете. А когда Рожаев Горбачев большой подлец испортил уже так как недалекий обыватель. Подай виноватый и растоптать его. А потом из КПСС был массовый выхот. Билеты выкидывали, билеты сжигали. Причем тут Горбачев один. А Горбачев разрешил гласность. Вдруг как все такие говорливые места, а мне он прибыл стыд за то, что моя родина СССР. Все молчали, молчали, славили вождей. Вдруг аварии, Захар, спасибо. А монополия, там нет диалектики. Мысль, что понятно, спасибо. Мысль. Вы закончили заключить на столе. Ну вы враг народа. Самый натуральный враг народа. Глобный и опасный. Это выходит за рамки. У нас университет. У нас университет. надо послать записку, ставить свою подпись. Здесь выступать. Можете там говорить враг или друг или полувраг. Это пожалуйста. Но вы этого не сделали. Используйте, учитесь. Значит я хочу во-первых поблагодарить всех присутствовать за внимание этому вопросу. Потому что вопрос действительно очень важный и интересный. Это все отметили. Я думаю что первый вывод который надо сделать что во всех своих делах мы должны исходить из того что мы живем именно в таком переходном мире в котором совершается этот переход на наших глазах совершается переход от империализма к коммунизму и это я присоединяюсь к тому что сказал Виктор Аркадьевич не только переходный период опасный да это я думаю что всегда говорили и Ленин и Сталин но если переходный период если вопрос стоит кто кого или торгаши возьмут вверх которых распустили период НЭПа и можно было создавать капиталистические предприятия в России и можно было иметь три трех работников наемных легально законно и Ленин предлагал концессии потому что ну нечем кормить людей все в состоянии так сказать почти краха поэтому на всякий мер гнилую картошку если дают нам запад я за то чтобы взять эту гнилую картошку и использовать для того чтобы не умерла наша революция поэтому очень даже я думаю мы должны присоединиться к тому что это очень опасный период переходный но это не основание чтобы его не называть социалистическим социалистический период очень опасный как показали события в России не менее опасным является период социализма в плане перехода к капитализму почему потому что вот мы построили социализм тут уже нашелся тот же самый Хрущев которого я тоже бы советовал повесить но не успели значит который говорит что социализм победил полностью и окончательно это полная демобилизация партии рабочего класса вообще всех тех сил которые борются за перерастание социализма в полный коммунизм ну если он окончательно победил ну ничего не надо делать и семинары эти не надо проводить ничего не надо делать учиться не надо все иди присоединяйся к полным потокам и так сказать вот потребляй потребляй и потребляй то есть конечно я думаю что во многом так сказать причиной поражения социализма является в том что могучая коммунистическая армия забыла что она армия классовой борьбы и что классовая борьба не прекращается не только в переходный период это само собой и тут я еще раз повторяю полностью согласен с тем что сказал Виктор Ракач и не удивительно что китайские капиталисты хоть они китайские хоть японские хоть и эстонские если они выходят так сказать за пределы своей страны и ведут себя как капиталисты и душат так же рабочих и у себя они душат а что там хорошее короткое рабочее время что ли в Китае или там отличная так сказать организация так сказать рабочего движения нет нет поэтому конечно есть такая опасность что и там может получиться другое дело что вот так грандиозная опасность которая существует поскольку над Китаем и вообще над всей этой частью социалистической так сказать вот такие рты хищные стоят которые готовы съесть в любой момент они не только вот устрашают но они заставляют между прочим кое-кого придавливать кто особенно ретиво продвигает капитализм и все-таки держаться того чтобы усиливать социалистическую линию потому что ситуация такая вот в этом мире о котором мы говорили такая что просто спастись удержаться сохранить территориальную целостность сохранить мирную жизнь невозможно не борясь против капитализма и это между прочим фактор который действует в положительную сторону ну а что касается оптимизма я должен сказать что вот всякий человек или всякий политический руководитель который зовет людей на борьбу он не должен так ставить вопрос ну товарищи пойдемте за мной нас всех убьют всеми наши разорят дома сожгут ну кто за мной я думаю что многократно вы найдете у Ленина такие высказы что вера в победу есть фактор победы но я пытался в своем выступлении и в докладе ссылаться не на веру а те объективные факты которые диктуют нам соответствующее очень твердое поведение и мы должны проявлять энергию инициативу в классовой борьбе потому что если кто кого ну кто будет более энергичен кто более подготовится кто больше прочтет кто вовремя подпишется там чтобы не попадать в анонимщиков и так далее вот кто будет это все делать вот тот может рассчитывать на победу и запугивать себя не надо ну что вы еды раз мы присоединяемся к Китаю по другим вот если товарищ Медведев кто не знает Медведева и кто не знает его позиции товарищ Медведев едет во Вьетнам социалистический и встречается с генеральным экстремным кумбарцией Вьетнама ну как он после этого может вот уже не трогают так сильно музей Ленина Ленина вообще стараются не трогать иногда занавешиваете его потому что самим наверное тошно на него смотреть но в общем потом снова открывают народ туда идет и он он у нас в общем-то фигура ну которую в общем-то нельзя трогать и в том же ДНР и в том же Крыму а в угне собирались то около кого около Ленина собирались да там не советский строй в Крыму но для того чтобы присоединиться к России надо было пойти к Ленину даже Ленин и теперь живее всех живых вот мы там наблюдали в фильме об этих самых крымских событиях то есть я хочу сказать что при том что совершенно понятно что это классовая борьба но даже и на фронте люди даже после боев играли на гармошке и между прочим и чувствовали себя хорошо и болели меньше чем в мирное время потому что мирное время открывается и особенно в период наступления когда люди отступают то вот раны открываются когда наступают они закрываются поэтому вопрос о оптимизме это очень важный вопрос и я хотел бы воспользоваться случаем вот сказать что вот я думаю мы должны поблагодарить российскую коммунистическую рабочую партию за организацию вот такой могучей конференции которая действительно стала можно сказать таким очень крупным явлением в мировом коммунистическом движении эпохальным и таким очень крупным вехом в борьбе с оппортунизмом и ревизионизмом в мировом коммунистическом движении я например вот был меньший оптимист чем Виктор Аркадьевич так сказать я не ожидал что получится и наши товарищи которые можно сказать в меньшей мере участвовали в этом мире безусловно вот мы должны сказать что это очень большой вклад в наше общее дело и в эту борьбу и между прочим в борьбу во всем мире потому что собрали все-таки такую такие партии из самых разных стран и эти партии проявили единство и подписали единый документ в общем-то вполне не коммунистический и вполне такой революционный и антиопортунистический антиревизионистский это большая заслуга и большое достижение поэтому я думаю что вот не случайно у нас здесь соединяет стремление к тому чтобы побеждать классы в борьбе за коммунизм спасибо два объявления объявление первое тема следующего занятия устройство советской власти идет занятие доцент Герасимов Иван Михайлович один человек знает второе объявление сделает Виктор Аркадьевич пожалуйста не выдавайте Иван Михайлович не выдавайте в плане укрепления нашего исторического оптимизма мы двигаемся к 7 ноября информация по демонстрации митинга она еще будет потому что тут пока ни разрешений ни планов окончательных нет но значит знаю другое что есть предложение провести 6 ноября такой политический концерт митинг митинг-концерт поэтому заказан пока зал дом культуры пока я не раскрываю потому что первый который мы уже оплатили нам отказал ДКГ но ДКГ отказался а деньги отказал значит деньги это другой вопрос сославшись на то что метро роет еще что-то я к чему готовился но денег хватает на на зал это мы обеспечим там и прочие дела а вот сила артистов и всяких других вещей мы сами себя должны вдохновлять поднимать оптимизм и прочее поэтому большая просьба ну во первых готовится людей приглашать будут билеты будут можно с собой и там постараемся сделать и там где есть таланты артисты чтите декламаторы шабуса вот я хотел сегодня увидеть может быть он скоро он там поможет или чего-то большая просьба направляйте к Степану Сергеевичу ко мне там есть у нас более-менее лучше нас соображающие в этих делах сами будем организовывать все праздники спасибо до четверга субтитры субтитры